Тоже вряд ли. Тяжело здесь. Здесь в таком каком-то полутопике, по-моему, оказались квалд-9. Но флейнеров не осталось, к сожалению, всех побанили уже. Таких самых популярных, самых юзабельных. Ну, у них, наверное, есть какой-то план. Ну, надеемся, что у них есть для плана, хотя резерв тайм уже активно тратится. Полторы минутки осталось до выбора последнего героя. На что думает Бон Севен. По ролям мы уже примерно более-менее понимаем, кто куда пойдет, кто чем будет заниматься. Но только со флейлем не определились ни та, ни другая сторона. Возможно. Возможно, опять же, ЕС у нас есть на флейн. В случае, если на все-таки надумали, вот, Легион Командер для Бон Севен. Сыграл он много игр на этом герое. В этом патче герой не так популярен. Посмотрим, что из этого получится. Так ли хорошо брать Легион Командера в этой ситуации? Герокоптер, Лисшак, ПНЕ с танами. Тяжеловато будет Легионке-то? Дуэльки выигрывать. Хотя с поддастом вроде неплохо смотрятся, конечно. Это, я так понимаю, это одно из вынужденных решений, которое может помочь выигрывать дуэли. Ну, типа да, с бёрст дэмэджем. Мне почему-то показалось, что это какое-то уже вынужденное решение для Cloud9. Не то, что они изначально хотели брать. Нави, ласт пик. После выбора этого героя уже будет понятно, кто куда пойдет, чем будет заниматься. 10 секунд осталось у Артстайла. И это будет... Ну, Тарксир под такой пик Нави, в принципе, смотрится неплохо. Кентавр как раз таки для Нави. Для Нави, да. Думаю, что Cloud9 смогут его взять, но взяли Нави. Ну что ж, это интересно. Кентавра мы категорически приветствуем на International 5. Пока он в Wildcard матче, по-моему, не появлялся. Не уверен, что был он... Да, я не видел. Не было. Не уверен, что сегодня на правильных стримах он тоже был. Вот. Поэтому Кентавр это у нас первый пик на Т5. Тем круче, тем круче расширяют горизонт, скажем так. Расширяют пулы игроки этого Инта. Радуют нас новым персонажем, и это здорово. Ну что ж, идет разбор героев. Да, мы примерно тут угадали, кто где и чем будет заниматься. Наверное, Энди будет играть на антимаге. Второй раз уже на этом Интефата на Лине. Судя по всему, Дэнди должен взять Лешрака. Да, пойти в мид. И Санейка должен взять ЕСа. Наверное, он растает. Карл избирает себе Бэйна. Все четко. Дэнди, Лешрак. Санейка на ЕСа. Так, ну а тут у Клауд Найн. Ну, Бон Севен должен брать свой Легион Командерку. Так он и сделал. Будет играть у нас Нотейл таки на Висаджи. Ну и Мизери будет играть на Дазли. Все, все готовы? Небольшая какая-то проблемка была. Пока, дорогие друзья, ребята разбегаются по линиям. И напомню, что мы с вами смотрим эту трансляцию на нашем Twitch-канале Dota 2. Ти, нижнее подчеркивание 2, нижнее подчеркивание ру или ру 2. Ну, короче, вы там, думаю, найдете. Сообразите. Но при этом также напоминаю, что можно смотреть и на Ютубе, и что самое главное на Dota 2.com в разделе Watch. Обязательно заглядывайте и смотрите там со всей статистики и все прочее. Ну что ж, разбегаются по линиям и... Ну тут без каких-либо неожиданностей. Похоже на то, что это будет дабла в харде, а бейн кентавер. Потому что смотри, я отставил, закупился, у него есть стики и обильное количество регенов. И похоже на то, что именно так хотят расставить свои линии нави. То есть какую-то агрессию антимагу создать их хотят. Уже спалили один вард нави. Могут продевардить его сразу же, если есть в центре. В центре нет. Потому что как раз-таки бейн закупался на статы. Хотя вот уходит пока отсюда. Посмотрим. Стоят, у нас видим, здесь Cloud9 на пригорочке. Подтягивается к ним еще сюда. Bond7 будут контролировать баунтиру. Он бегает, бейн отставил, бегает довольно опасно. Спустился с пригорка. Да, если сейчас в четвером будут спускаться Cloud9, то довольно быстро. Но там еще и хвост Энди уже подошли. И рядышком находится Санэка. Покажи то, что будет сейчас стычка 4 на 4 здесь. Тесу, отрезали. Нотейл. Помимо этого контроль от руну. Снизу руну контролит Фаник. Энди пытается вблинковаться, ловит стан, Фаник забирает. Две руны за нави. Ну и снова нави начинают круто. Да, в прошлый раз они начали 3-1, две баунтируны забрали. В этот раз 1-0 и две баунтируны забрали. Ну, тут они, конечно, умеют. Это у них получается. Ну что ж, посмотрим, как это будет реализовано впоследствии. Да, смещается сюда арт стайл. И помимо этого смещается сюда еще и Санейка. И оставляют 1 на 1 герокоптера против двоих. Легионка пока здесь. Да, но потягивается еще и на Тейл туда. Это очень интересно. Ну, тяжеловат, конечно же, здесь будет. И все-таки, действительно, план был напречь немножко антимага. Не давать ему фрифарма. Это абсолютно верное решение. Но опять в тяжелую ситуацию попадает Фата. Остался он без баунтируны, во-первых. И вот сюда еще приходит шейкер Санейка. А то здесь будут забирать. Отличная фиссура была, раскастовался Дэнди. И, во-вторых, он еще вынужден был прокачать стан для вот этой стычки на руне. Да. Покупают ему телепорт, конечно. Но приходит он у Дэнди уже левел почти третий. Да, и тут еще первый, только Фата. Но вот сейчас под тавром, конечно, до пачки крипов можно левел второй брать. Но все равно проседает. У нас пошли свапы. Арт стайл уходит на топ. Санейка тоже рядышком. Здесь будет три плана полноценной. Да, потому что мы начали вдвоем напрягать здесь хвоста. Арт стайл у тебя драться против Нотейла. Там хвост довольно серьезно получал. Хилинг селла себя выхиливает. Приходится на эго. Не похоже на то, что Нотейл будет умирать. Там будет фиссура сейчас. Фиссура спокойненько. Нотейл отрезает. Брейнсап. Крокет барриджи. Очередной фраг. Остается он арт стайл. Хорошо, пришли. Отличные свапы. Свапы были, причем окупились. Вот эти вот перемещения с тпшками. Девардит внизу дазл. Снизу теоретия. Нету маны у него на стан. Пробиваются руки. Есть подхилл. Отличный подхилл. Ошибка от фаника. Энви просто блинканулся и спалил с удара ману на стан. И осталось 128 маны из 130 нужный. Ну и снова игра радует активностью. У нас очень много перемещения уже с первых минут. И фраги. Четыре фрага было сделано с 2 минут. Очень хорошо. Так. Ну что он здесь? Балансево с нотейлом стоит под своим тавером. Ну понимаю, что теперь уже нужно опасаться. Все-таки там бэйн, там герокоптер. Ещё ИЕС, который в спину готов заходить. Смотрите. Смотрите, находится Анейка. Дает фиссуру по нотейлу. Рокот барриджи пошли. Нотейл. Прячется в кустах. Выгрызает себе проход. Брейнцап получает. И... Смотри, баффалы. Вот здесь легион-коммандерка. Однако не хватило выживаемости, скажем так, у висаджа. И висадж погибает. Да. И спокойно бейн танкует. Тауэр выходит отсюда. Хорошо. Опять же сыграли. То есть Анейка обошёл спину. Очень чётко. Не постеснялись. А теперь направляется в сторону мида. Ну второй раз можно пытаться забрать лин. Вот он. Тот самый бегающий саппорт. Уже 2-0-1. Угу. Вот об этом мы как раз таки и говорили. Очень активный Санейка. По началу игры очень большие дистанции. Он преодолевает первые 15 минут игры. Лучше всех он это делает. Среди всех команд, которые участвуют на этом Ти. И он это подтверждает своими конкретными действиями. Ну и Фата. Здесь остаётся абсолютно без вижен на медлине. Не видит он, где находится противник. Не знает, что ЕС со спиной. И это может... Переагривает крипов на свой хайграунд. Пытается вызволить на себя Фата. Однако офисуру ведь тоже не достанет. Так. Но ждёт удобного момента у нас здесь Анейка. Вот подставливает крипов Фата. Лешака там уже левел 5. Третий молниист. Вот. Оп. Станчик. Не получилось. План-то был хороший. Реализован. Удачно. Снизу на фрифарме теперь я не Мэнви. Пурманшилд у него есть Квилинг Блейд левел 5. Ну да, кстати, Энви себя чувствует лучше, чем Геррокоптер, на удивление. Угу. Больше крипов убил. Как минимум. Как минимум. Как минимум. Бансерном читает этот расклад. Бансерном читает этот расклад. Отходит немножечко назад, смещаясь под свой тавр. Аккуратно. Ну, запуливает крипов здесь у нас. Артстайл. Находится рядом. Будет поддержки Геррокоптер. Геррокоптер под своим тавром. Ну, должен чувствовать себя более-менее хорошо. Пытаться будет сейчас просто воровать здесь крипов М7. Куда ворует Большого. Не, кстати, не успевает своровать Большого. Артстайл Броньцап он добивает Кентавра. На Бонсайл он будет добивать других сейчас. Манго у него есть Лилл 4. Артстайл идет. Будет для кого-то цеплять Слипом. Подходит Хвост. Есть Слип. На Бонсайл вряд ли получится Легионку тут забрать. Артстайл. Вот Артстайл может пострадать сейчас. И Сала Самши Нартстайла забирает этот нюк. Он под терением Нолтейла. Смотря этому, смогут сейчас убить Нолтейла. А смогут ли Оирвы? Да, да. Добивают Нолтейла. Там и Зарим отхилиз. И Зарим поздно. Но у него нету Грейва еще в прокачке. А Грейв и не нужен. Фаста будут убивать. Опа. И добивают его. Да. Отличный размен по итогу для Cloud9. Очень хорошо пришел у нас на Тавлик. Яркопта разменяли на Тавлик. Низу Кентавр уже стоит без манэ. Опасности он не представляет какой-либо. Один скрипов смог забрать у нас Фаник. Лебел 4 пока имеет. Ну и мы видим, что антимаг по отношению опять же Герокоптура фармит немножечко получше. Погибает еще и Санейка на этой самой топ-линии. Ой, это он как-то подставился. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Оказался здесь и Висач. Рядом уже трипла. Такая полноценная боеспособная Cloud9 на топе. Ну и Хвост также возвращается с Фейзами. Тяжело Хвосту. Напрягают. Разменивают его. Казалось бы все хорошо. Они сами первые пытались инициировать и убить. Но есть ли Шраков на фрифарме? Который топ-1 Крепестатс имеет на карте. И Нетворд, соответственно. 2-600. Нетворд, топ-1 на карте, затерянем Фаду. Ловят Фаду прямо здесь, уже избивают его. Ну тут заставлены разобрались. Зачем прилетает Bond7, пытается спасти и также умирает. Табл-тилл делается нейком. Очень-очень много движений. Очень много движений по карте. Очень много стараются экшена создать, суппорты одной и другой стороны. И вот видим, что пока чуть получше, получается это сделать у Na'Vi. 7-4 они ведут на шестой минуте. Так, вниз ТП. Надо скорее, что больше подержать Эльми. Ну, хотя, поздно, фаник и кидают, и фаник и снова маны не сдаются. Да. Так, аккуратно. Окружает его, фаник и не знаю, что делать. Фаник и есть 8 армора. И монопул не такой большой. Ну, тут ну, нет, фаник и должен здесь вообще никак выходить. Там тирени на шаг забирает линую. Моно воет, фаник, фаник. Фаник по ебать. Мне кажется, если Глеб просто бежал по прямой к своему таверу, то не смогли бы такое количество хп ему выбить. Ну, хотел мансить, думал, что антимаг одним блинком будет по три-четыре удара делать не знаю хотя блин первого уровня непонятно непонятно но в итоге разминать в один таки получился на разных частях карты 85 становится счет лина погибла уже в третий раз уже 0 3 его прессуют по полной программе от 1 104 очень хорошо даже сравнивать двух петель мы понимаем что на полторы тысячи деньги опережать своего визаи санейка снова готов за спину с хейтером выботься у него есть к нему прилетает колечко снизу колдаун залетает на бонсевен бонсевен пытается драться ой довольно серьезно важно где походит санейка татемчик удар с руки по бонсевену есть еще один соло сампшен артстайл 10кб и бонсевен закидывает он же а еще дуэлька сейчас дуэлька есть ему нужно сначала навесить на себя вот еще и убивает хвоста соло сампшен они сейчас санейку убьют дуэль ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой что творят здесь два игрока клоуднайн ого санейка разбирать таки с помощью тотема на промо тыл делай даблки приходит дэнди дэнди стана попадает она пульсово собирать здесь биг дэди и делает так до разменки не менее вот это было она убила трех героев на и по факту да и растянулись сюда дэнди и визаж получила 6 он там был 0 3 у него не было ничего был 3 и по итогу 6 его на восьмой минуте на саппорт визажа даблкило формы в себе 452 у них кстати говоря стат частоты конечно бешеный так посмотреть и все отлично становится просто у клаудна антимаг фри фармит у визажа есть в 6 единственный кто страдает реальные кому нужны и там и это фото попать и больно на топе тарифного забирает бон сэван но ты пытался помочь с ласом что есть у него фамильяры нужно бежать то что молнии очередные залетают от дэнди к неприятно пост идет дальше давид довольно серьезно давид но если они будут подпушивать товар потянул санэйка из три персонажа у navi так уж продолжается у меня еще диаболика дикта поэтому то вы падает не так быстро как хотелось бы крипы из-то сливаются крайне быстро фамильяры есть ноутейл который может чуть-чуть пооткидываться попытаться пытаются забрать фамильяров и одного даже забирают а кулдаун то еще 140 секунд на сам он дал мутылки сводного фамильяр чекам и снова подпушивает хвост хвост аквила активированная все как положено ли на те временем тела и фраг солна бы не вот этого конечно не забыл допускать потому что вот это вот загнобленная алина получает сейчас соло киевы нормализует немного свое положение так familiar еще этого не отдаются на их устал яйца и фаник сова убивает до зла остается у него 8 вылужденную за чего у грейв а тут сайна и к разобрался к слэм фиссуры не уже люди там уходят просто не могут пройти здесь бонс его вместе с фатой отлично сыграно там уже просто бонс он готов был давать дуэльку залетает дальше эндри на фоне к паник страдает есть дабы лэш ттп что делать от арт стайла слип есть в гриб стаги все счета тп будут убивать если это будет убивать а кто-то подменил неважно должны да важно без без тп не смогут сделать фраг заберут потому что у кентавра совсем нет маны я не понимаю почему добываешь не дал фаник просто-напросто много странностей кто тп отменил вот не чувствую что скажу не было маны даже на блинку эндри высосал ману арт стайл фин с гриппом и дай фаник дабы лэш они бы убили его даже вдвоем да такая ситуация что должны были наказывать антимага антимага не наказали два фрага не такая остается персвиренц уже имеется после поташки или будет этих возможно даже на базу что сходить не будет у него есть персвиренц есть пар танковым пришел в мизере подхиливает его и до эндри останется просто покончить реформить линию но и буду его намечать что дэнди месяца некой отправляется в путешествие знает что антимаг жадный он будет продолжать фармить у него нет маны по-прежнему есть смысл его пробовать забрать на блин к нему она сейчас есть и за ним стоит дазл забрать антимага тут точно не вариантом можно забрать дазл но они решают что видя более приоритетный кило сладкий фото и фото за станчики просто забирают лично дэнди делает уже доменейтинг solarink у него имеет аркин бутсы 0 талисман 404 он имеет и поинт бустер уже куплен курьере вот стол не за горами но есть так посмотрим конечно не залим отворцом видим что повыли шаг антимаг топ-2 кирокопта конечно отстает довольно серьезно от антимага и вот тут мы видим сразу еще один-второй смог за димагом теперь уже точно или заплаты в очередной раз если смогут поймать двигаться мага неважно если смогут поймать на сон то через это обилие станков его довольно легко должны забирать ой ну что это стан слип дальше саны кофессору но заберут тебя уж они слишком много демиджа хорошо понимали что антимаг далеко с нижней линии не будет будет он до подфармывать поэтому частые такие визиты под маком и они под смоками они будут иметь успех как например сейчас и случилось 13 9 до конца теперь разный пункт это же может пострадать потому что ты готов заходить до нужно уходить было хвосту здесь прямо из-под тауэра крыльчилл есть у вас хороший ультимейт кентавра под стампидом так фиссура но тэйл а санэк отсут как тут да везде успевает ты же перемещаются на и опять же это подчеркиваем смотри после сола ринга уже убил лину позвал с собой ребят убили антимага ты пнулся на веру спас хвоста участка не кому-то убивать и снова не успевает дать стан был целым перед его ультимейтом но правда и энди поезон тачи успеет скрыть и бонцам дать дуэль фанику не дать дуэль боноклайс дает краю 1 выгодная дуэль до конца на плюс 10 хорошо да ну прекрасно понимали клаутаешь на ви только только тратили свои тп и переместиться моментально нижней линии не смогут в результате фаник был потерян оставляется на и к легкую линию смотрим 1100 голды у него есть и дают ему собрать себе blink возможно 1200 пол ты уже более-менее еще немножко по форме все будет товара бы конечно желательно забирать на вино три там растоят никто не может их осилить слову и главной тоже готова ровно вот начинают давить нижний товар на топе на теории войны кстати почти лесов battlefury довольно быстро так бонцам прибывает товару очень-очень жестко фаник здесь без блинка не тропил будет 700 монет нет у нее стопили на 10 год я просто убегут отсюда клонная спокойно тошли ну прогнали их товар в любом случае засеяли и анди бродс ворту не так много осталось до покупки бф 800 монет еще буквально ну дают ему возможность фармить кстати говоря свой лес а к слову кстати знать должны были cloud nine что вот энди убивали через станы сразу слез то есть фактически должен был быть vision у нави в их лесу был смысл проводить раздевардить но сантричников мы здесь не видим не попытались скажем обеспечит их большую безопасность для или остается еще один агрессивный вар тут же сантричник моментально вешается от мизери и варде довольно опасно но это мизери сейчас будет заниматься понимает мизери что вату поставлен сию секунду и боится подходить даже подождал пока просто крипы развалили главное безопасность превыше всего вот он фата фата который все равно все таки грустит у него раннего юлы даже не наблюдается на дотоптере не видим как нави смещается спину но тейл вот он стоит хвост рядышком вот его здесь должны забирать бон сэвен уже делает т.п. аут избивая голба у нас они хотят драться смотри сюда т.п. софата куда блэйте и деды и деды и стуток эко слэм забирают у нас лину забирают до этого не стоит один командор и фиссура снова отлично закрывают здесь но тейлы не пускают его никуда в результате лишь как только-только получив свой бутон три заряда сверху себе заработал фантастика просто отлично для нэнди игра складывается дадут энди конечно в размен успел забрать тавер но то ли это тем более шанса ловит умрет энди есть финс гриб да конечно умрется на это еще и что тем поможет или фиссуры это хватило двенадцатый заряд на блокстол не получается дэнди всегда бы так на решоке конечно играть действие 18 счет есть смысл оценить графики видим что вот теперь на и пошел полноценный рост превосходство своего оппонента по этому денежному показателю появляется из-за этому в блэйд мэйл у легионки так будет мэл до бф еще нету мы видим антимага по типу мэр есть а есть он собран как только он растет он соберется медалька есть быть мы все артефакт который имеет клада там у нас вот он есть блинку санэйка у санэйка есть уже blink это невероятно круга 9 стата что творит этот суппорт и десятый уровень что немаловажно да у него уже есть замокшенная фиссура замокшенная пассивка все что надо есть и он держится примерно на одном уровне по надпорту как его flame легион команд и вот сейчас смотришь на этого антимага который нафармился бф и смотришь на твои есу который будет блинтагер предпочтение бы отдал здесь этому санэйка потому что он сейчас будет разрывать здесь появится блинку фаника забирают снизу товар и останется там каких-то пару сотен голды да из двух блинков конечно будут рваться и уничтожать пытается юл выкрубить себе тэнди оставляют там фанику остается ему 100 голды до блинка обмите время подловили я не в очередной раз аннэйка навестил его не аккуратно как играет энри оставлять рискует довольно серьезно пытаются опять же наглый раз тампит на фото молнии пошли дэнди здесь пульс но у вас танчика нужно попадать . отменяет 202 тп артстайл заходит получает гриф чилл сразу дает слип и нужно бежать а ну принципе кого бояться мизере оттела да нет случае просто отходит фармить леса чужие на хвосте временем так довольно серьезно принялся от один товар помидо правда фамильяры мешает мешает все пришедшие сюда бон сэван блинк появляется кентавру если есть гем готовы нами на все 100 процентов сейчас выигрывать любой файт да они собираются сейчас с одним геном захватывать полностью карту и идти давить уже куда идти вот уже идя поле кредит не хотят никакого времени давать антимагу которого только голый ботов юрий не боец абсолютно цевом ой колпа он залетает проставляет грейв фаник залетает артал держит мизери финск риф отзывы были неплохие стерли они видим плейна один один размен он дэнди заработать с такой ситуации неплохо выпутались полна ой стопа твои на кассе это физура минус 2 лакута плейд сливает герокоптер конечно но фантуса но поймают фаник здесь тотемы пошли не упускают из дизейбла и триплкилл уже сделал дэнди фата на развороте пытается убить санэйка санэйка неужели уйдет нет умирает он но тут уже ультра килл от дэнди это 35 это тим вайп гем хоть и конечно выпал но его тут же подбирают тиммейты 17 зарядов на блудстоун или шака посмотрите на то количество дэмэджа который внес замесили шак и санэйка уже есть блудстоун и ул на 18 минуте если что очень много то что ты сейчас сверху там блины конечно неплохо заработала мы видим дома рассказала довольно серьезно 1200 урона нанесла клина только-только покупается и ульшака уже давным-давно есть блудстоун 17 зарядами сверху да разница конечно она поражает просто шикарно и инвестят будут ловить вот он инвест не зафармит там чужие леса давно уже оккупировали нави они что принципе не уходили нужны артефакты антимагу без монтостаева и бкб ничего ему вообще в драках делать но пытается фармить на его ловит и посмотри вот раз произойдет сон слип дэнди здесь станом накрывают молнии успевают уходит он был нет у него телепорта 40 хп фантастика и там за нутэйла пошел дэнди до конца молниями зацепить надо будет и у сейчас все просто на т.п. т.п. побоялся дайте идти дальше на тьма конечно ныкается т.п. шкуня в кулдаун и блинки есть сверху потеряют сейчас товар калд на уже некому просто дефит потому что было сделано 2 т.п. вниз envy без ресурсов абсолютно стоит прячется в лесу не учить 10 секунд кулдаун на т.п. самое главное не фармит он в таблетки нет смотри пытаются дефис приходит сюда бон саван тяжелом он просто приходит сюда клауд на это спрашивает сколдаун воздух поставил за это как бы падает товар снизу уже в это время да сплит идет жесткий конечно не успевают на 1 сражаться там там ты на это варсы санны к пытается тимага найти писсуру выдал mvn все вот блинк ты паут но времени очень много потерял конечно таги товар упал нас на топе снизу 24 13 все очень хорошо на ве главное опять же преимущество не разбазарить но что наверно в плюс для нами в этой ситуации что у кладная нет баунти хантера который моментально все бабло отыграет за один за ту драку зато у навея если шаг пока что как мы видим не зря команды боялись этих героев не зря по 2 2 не зря поделись какой-то рашаном под медалькой про там довольно быстро забрать там будет арт-стайл и здесь просто невозможно конечно контестить нечего просто ли рашан для navi если сюда кладной бы пришли то мне кажется без шансов они здесь проиграли драку плюс 5 зарядов на депутате на год стоун примерно и в это же время смотри фаник санейка еще идут с маке и пытаются кого-то вывалить только только блин появился легион командоров антимаг у нас ну да фармит себе влад мир опять же это не боевой антимаг на данный момент ты не будет он боевым еще довольно долго а нами в свою очередь имея егис уже попытаются возможно убить все внешние товара с 9 уже играли сегодня антимагом с 20-тысячным отставанием ну к слову да и довольно долго потом сопротивлялись и имели даже какие-то шансы на победу но здесь списаться что я думаю еще не стоит вот за что опереться на что вот то что этот возможность еще 20 минут пофармить там тоже не было ни на что опереться там был полный контроль карты от gd и полностью доминировали у gd потом определенный момент они купил рапиру за сплит пушил сторону и как раз вернулась как-то перевернул но посмотрим посмотрим пока мы видим что лишь а кожа зарабатывается 18 ряд на блатстоуне готов у него рецепт на бутсов тревел огорклаб тендерский тоже это будет пока бэшка впоследствии легион командор без урона под единственная дуэль которую мы видели плюс 10 и все облаченную не было вкусным урона шоу стампид находят фату там спокойно поймали убили ваших 13 что двукратное преимущество по фрагам по деньгам по экспириенсу все прекрасно сами понимаете уже больше семи с половиной тысяч по деньгам больше десяти тысяч по экспириенсу тяжело тима смотри сала неужели но не я не должен забирать по идее не должен другую сторону ходит антимаг все больно конечно очень тяжело ну вот они внешне товара и сейчас они будут падать от навиг лаутойным дефить будет практически нереально а если будут дефит то есть возможность то что не просто-напросто все погибнут антимаг у нас опять заныкался куда-то надо уже тп шиться хотя пытается смысл быть на базе абсолютно он будет здесь максимально останавливать крипов стараться фармить вражеский лес и набирать свои вещи его команда уже смирилась с тем что контроль над карты потерян полностью безвозвратно на ближайшие там минут 20 и сейчас задача cloud nine заключается в том чтобы сидеть на базе откидываться от сами волнами и не потерять сторону идет у луфа бон сэм полдаун залетает есть и 40 и тавр зашел стал по двоим неплохой дабл-эш минусует сразу же троих саммейка залетел минус 4 как вот тут вот мы видим что с этой задачей его команда не справляется но и было тяжело сокровенно говоря справиться и спокойно медвине сейчас будет забрать нами на что антимаг антимагу еще очень много нужно времени того чтобы быть полезным сожалению все что полезно сделать и маквиш он убил крипов подрезал и и бэкдор антибэкдор протекшн загорается на бараке не могут на забрать сторону пытаются они снизу провести крипов чтобы вернуться на этот самый центр получилось по моему да вот крипы должны пересечь линию сейчас не пересекут там правда фамильяры где-то висели а крипы заходят все сейчас будут бараки падать даже если появится cloud nine персонажи они все равно будут очень-очень уязвимы для атак от нави 22 заряда решака на столбе я просто поражать этим цифрам но это очень похоже на 11 тут когда ты теряешь сторону сплит пушить становится чрезвычайно трудно потому что в любой момент команда может пойти в пятером выгнать тебя с этой линии и сделать заход на эту же самую сторону а как мы видим 5 на 5 клад на ничего не могут поставить на вид на этого здания падают очень быстро в этом плане конечно дэнди с диаболиками серьезно помогает вообще вся пятерка нави появляется уже бкб у дэнди 2 никакой минуты уфа не как они как-то вариант с минуту на минуту я думаю нави просто пойдут сейчас по второй стороне заберут вторую сторону и cloud nine смириться с тем что это один один до 1 карта что было довольно весело с переворотами но во второй карте что клада не нашли в себе силы хорошо подраться поначалу первые вот 13 минут как показывают графики была борьба много фрагов было весело а потом все в одну халит на именно так по-прежнему есть айгис у хвоста хобби миссел он расставляет аккуратненько будут пытаться подпушивать нижнюю линию антимаг занимается ровно тем же чем он должен заниматься но фармить других вариантов у него сейчас для попытки отыграться нет по-прежнему есть айгис у хвоста есть инстарес у дэнди и тревела то есть ментально как носом как сейчас отбиваться кауна я не знаю писали пошли когда пульта подходит пытается слить очень быстро крепост по помощью отца dragon slave потихоньку потихоньку то ворота падает дэнди диаболики откатить через пять секунд катапульта прежнему стоит он миссел и сам мэйка залетает под боится логрейт опаду дизлит сразу вешаться на полу цену я думаю все же ничего сделать минус дазл фата здесь тоже понимает минус 3 ну и там крутится вертится на тэн это геймплей ровно минуту продержались ровно минуту продержались ну ты знаешь на весь здесь показали то что неважно как правда первая карта всегда есть возможность просто сыграть в свою дозу взять свой пик и реализована и молодцы в этой карте выглядели очень сильно абсолютно с тобой полностью согласен действительно очень хорошую группу демонстрирую ли это те нави которых мы в принципе привыкли видеть с полностью отдельно хотелось бы отметить мне в первую очередь конечно перемещение с анейка его удачные выходы на иеса всегда что мид линию что на топ линию к там пережимали бон сэвенка пережимали фату это все бы выглядело очень эффектно и очень результативно и да там было конечно пару фейловых моментов там где квад найн смогли перевернуть дать размин даже в свою пользу этот размен преобразовать но потом вот ключевой момент когда пошли во вражеский лес сделали один смолк забрали там фату вышли в центр предварительно поставив вард потом мгновенно делают второй смог забирают антимага выходит и